15 февраля новый 22 сезон жиротопки. Сжигай жир и накачивай мышцы вместе с нами. 138 Сегодня у нас супер челлендж. Нужно продолжать штангу весом 100 кг в течение максимально возможного времени. Это вызов. Этот вызов бросили. Ух ты, бородачи! Всем и персонально мне написали, говорили, ты тоже прими участие в челлендже. И я сказал, я принимаю участие, но все намного интереснее, потому что я передам этот челлендж популярным фитнес-блогерам. И объясню, почему они должны принимать в нем участие. А сейчас, смотрите, две десятки, пятнашка и пятерочка. 100 кг. Раз, два, три. Может, уже можно поставить? Подкачайся, подкачайся, серый, подкачайся. Подкачайся, серый, подкачайся. Подкачайся, серый, подкачайся. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. И челлендж. И解釈 них уже есть. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Только он может дать отпор своей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Только он может дать, но оттенни. Перед зеркалом ты плачешь всё время. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Главное не снаружи, главное внутри причём. Хэй-хэй-хэй. Дорогие друзья, послушайте меня. И тогда в благодарность за это я даже уберу ёлку. На канале Ухты Бородачи бросили вызов. Челлендж всем-всем-всем. Что же это за челлендж такой? Нужно держать штангу 100 кг в руках, кто сколько сможет. И Бородачи продержали 52 секунды. Я продержал 53 секунды. Возможно, Бородачи потренируются продержать 54 секунды. И, конечно же, нужно, чтобы вы все, друзья мои, подключались. Вдруг кто-то побьёт рекорд фитнес-блогеров. Это конкурс для обычных любителей фитнеса. Укрепление силы хвата. Но самый главный его смысл не выяснить, кто сильнее, а развивать популярность фитнеса. Посмотрите, сейчас популярность фитнеса снижена, популярность ММА выросла. Это очень грустно. Фитнес – это очень важно. Это польза для вашего организма. Поэтому, чтобы поддержать спорт, я приглашаю с этой благородной целью других фитнес-блогеров поучаствовать. Алексей Мокшин, тренированный парень. Прими участие в нашем челлендже. Тебе не хочется... У тебя же есть дополнительный канал. Ты можешь там выложить ответ. Есть Сергей Витязь. Я хочу обратиться к тебе. Ты тоже за развитие фитнеса. Прими участие в нашем челлендже. Сможешь ли ты продержать, может быть, минуту в штангу. Ты же здоровый парень. Это никто специально в движении не тренирует. Шансы у всех равны. Я лично буду репостить все видео блогеров, даже неизвестных, которые поддерживают этот челлендж. И попрошу бракачей тоже их добавлять в свою группу. А может даже репостить, писать комментарии, поддерживать участников этого челленджа. Конечно же, хотелось бы привлечь, примирить всех представителей фитнес-сообщества. Конечно же, этот вызов я хочу передать и бросить от своего имени, от имени Бардачей, всем остальным каналам фитнес-блогеров, независимо от результата. Я приглашаю тебя, Виктор Синкин. Я приглашаю, конечно же, Бабича. Я приглашаю всех, кто участвовал в зарубе фитнес-блогеров. Артура Крадькова. Конечно же, Витя Блуд и Шредер, если вы имеете силу хвата, принимайте участие. Не надо этих отмазок, принимайте участие. И поддержите развитие фитнеса. Не меня, не Спаса Кукотского. Поддержите развитие фитнеса. Где я держу штангу, 54 секунды, больше, чем ух ты, Бардачи. Согласитесь, что одну секунду можно перевыполнить. То есть, каждый участник этого челленджа имеет право претендовать на первое место среди всех фитнес-блогеров. И имеет право перезапустить челлендж. Опять-таки, железный фактор. Сколько там сильных ребят? Тот же Василий Кузнецов спокойно продержит минуту и одну секунду. Я уверен. Все фитнес-блогеры, присоединяйтесь. Стероид-мен, мы видели, что ты можешь на гиревой зарубе. Где участвовал я, ты, Алексей Шредер. И, конечно же, у тебя хват не такой слабый, чтобы ты не мог минуту продержать 100 килограмм. И для этого грудь там не участвует, ты никак свою грудную мышцу не повредишь. Я приглашаю тебя по-дружески поучаствовать. Варгунин. Я понимаю, что не в форме. Я понимаю, что как это сказать? Много-много у тебя своих собственных мыслей, но, может быть, ты продержишь хотя бы одну секунду и покажешь, что ты тоже поддерживаешь фитнес. любимый блогер Жаба Никулин, столь всеми обожаемый. У тебя такие хорошие спортивные результаты. Почему бы тебе не поддержать с нами эту штатку за компанию с другими фитнес-блогерами? Не хочешь на основной канал? Сделай в конце видео. Или сделай на инстаграме. Если крупные блогеры, если им не хочется рекламировать, им впадло поддержать фитнес, чтобы не рекламировать других блогеров, сделайте в конце видео одну минуту, выделите. Или в инсте сделайте. Ничего такого в этом нет. Главное вообще не пройти стороной и не подвести спортивное сообщество, которое нуждается в таких челленджах. Конечно же хочу пригласить Влада Демина. И если кого-то не упомянул, это не означает, что вы можете спрыгнуть приглашены все-все-все домашний качок, кача, вас всех тоже ждет та же самая судьба. Смотрите, я не уговорю букву R. Р-р-р-р. Парвозик тр-р-р-р. Но в принципе если тренироваться у меня что-то получается разговор. То есть я мог бы тренироваться возможно исправить эту букву R. Но с другой стороны это бы показало всем, что человек может самосовершенствоваться не только в плане ростомышленных в любых направлениях. Может это хорошая идея. А может быть нам порог мне надо разговаривать более кортаво типа здравствуйте дорогие товарищи чтобы эта фишка наоборот придавала еще больше как сказать изюма да изюма больше насыпать. Ребята стоит ли мне избавляться от моей кортавости или это моя фишка и можно все оставить как у многих известных телеведущих и исполнителей например там Мадонна что-то там шепеляет и какие-то еще есть известные звезды эстрады которые кортавят эти ведущие скажите стоит ли убирать кортавость я свое голосование прилагаю вконтакте выложу на ютюбе вот здесь загорится кнопочка проголосовать скажите стоит ли убирать кортавость пока друзья мои подписывайтесь ставьте ваши лайки делайте репосты этого видео поддержите репостами если вам дорог сегмент фитнеса